В эфире новости из студии Елена Солонина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске смотрите. 10 лет оккупации. Грузинский сценарий вторжения России на чужие территории. Судьба Чаплынки. Закроет ли контрольно-пропускной пункт на админгранице с Крымом? Уголок нетронутой природы. Остров Джарлгач. Как добраться и что посмотреть? Следствие над освобожденным из российской тюрьмы Александром Костенко продолжится. Об этом сообщили в Генпрокуратуре Украины. Там уточнили расследование дела о хранении и продаже Костенко оружия, а было приостановлено в связи с тем, что он находился в России под стражей. Сейчас делом, в котором также фигурирует еще один крымчанин Станислав Краснов, занимается столичный Святошинский райотдел национальной полиции. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Киева. Крымчан Александра Костенко и Станислава Краснова задержали в мае 2014 года за незаконное хранение оружия и взрыва поставок. Через год бывший сотрудник крымского Беркута, который на тот момент уже работал на оккупантов, обратился в ФСБ и заявил, что Костенко бросил в него камень во время Евромайдана. Александра арестовали, судили и отправили отбывать срок в колонии Кировской области. Накануне Костенко вернулся в Украину. Ремонтировать КПВВ Шеплынка не будут из-за малого количества людей, пересекающих границу в этом пункте пропуска. Об этом нам сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Мьюсуф Куркчи. В то же время, по его словам, закрывать Шеплынку, несмотря на малый трафик, не планируют. Ранее Кабинет министра выделил 106 миллионов гривен на строительство КПВВ Каланчак и Чангар на админгранице с аннексированным Крымом. Более 90% всего трафика переходит через Каланчак и Чангар. А через Чаплынку очень маленькая количество, и до работы этого пункта перетина не считается доцельным с экономической точки зрения. Сегодня 10-е годовщина начала военной операции Грузии против сепаратистов Южной Осетии. 7 августа 2008 года соответствующий указ выдал президент страны Михаил Саакашвили. В этот же день грузинская артиллерия обстреляла Цхинвали, после чего войска попытались установить там контроль. Россия встала на сторону сепаратистов, а тогдашний президент Федерации Дмитрий Медведев начал операцию по принуждению Грузии к миру. Уже на следующий день российская авиация нанесла удары по целям на территории Грузии. Активные боевые действия продолжали 6 дней. За это время Грузия потеряла более 400 человек, российская сторона около 70. После войны Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Вслед за Россией это сделали еще 4 государства, в том числе Никарагуа и Науру. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями оккупированными Россией и обвиняет ее в нарушении территориальной целостности страны. Украинские политологи проводят параллели с событиями в Грузии десятилетней давности с нынешней агрессией России по отношению к Украине. Что касается аналогии, то они безусловно есть. Они полядают в том, что Россия, эту страну, которая захотела свободы, которая не захотела быть просто перегноем для Российской империи, пытается вселяко уничтожить расшмоток и выдержать хотя бы шмотки, если не вдаётся проковзнуть ее всю. Украина – это продолжение агрессивной политики Российской Федерации по отношению к своих соседям, потому что она почему-то решила, что она имеет историческое право на исключительно сферу интересов, которую они там вважают. И те страны, которые были как в складе Радянского Союза, или в складе Российской империи, она почему-то думает, что так мое быть и в Майдуте. Украинские Мальдивы на юге Херсонской области. Остров Джарлгач славится белыми песками, разнообразием живой природы, и тут всегда есть что посмотреть. Добраться сюда любой желающий может на катере или теплоходе, ведь Джарлгач находится в часе езды по морю от Скадовска. Там побывала и наша съемочная группа. В Скадовске Херсонской области самый разгар туристического сезона. В городе работают десятки, а то и сотни гостиниц и баз отдыха. На пляжах тысячи туристов. Но наша цель находится в семи километрах от Скадовска по Черному морю. Это остров Джарлгач. Его называют еще украинскими Мальдивами. Почему, будем выяснять. Экскурсию по острову для нас проводит представитель Джарлгачского национального парка Алина. Ее первые главные слова – Джарлгач, жемчужина Украины. Чтобы доказать это, Алина предлагает сразу отправиться в путь. Тут же мы наталкиваемся на озеро. И еще немного дальше уникальное болото с минеральной розовой солью. Так, у нас на территории острова есть больше 200 таких невеличких озер. Эти озера соединятся между собой какими-то лагунами, протоками. И все соединятся с Джарлгачской затокой. Алина рассказывает, часть озер соленые, но есть и пресные. Ведь глубина затоки составляет 8 метров, а под островом есть подземные воды. Но из таких пресных озер людям пить воду не рекомендуется. Зато возле них всегда много местной живности, которую на остров завозили десятилетиями. Некоторые виды занесены в Красную книгу. Они тут хорошо акклиматизировались, подошли им наши природные условия. У них тут нет природных врагов, и они себя достаточно спокойно чувствуют. Называют остров вообще пташином Эльдорадо. Но если бы не людский фактор, если бы не такой большой наплыв людей, то больше птахов бы, конечно, было бы. Фактор неспокоя даёт про себя знать. Ходить босиком тут небезопасно. На острове живут каракурты и гадюки. Это дикые животные, если их не чипать, они тоже никого не чиплюют. Поэтому их не нужно бояться, и просто их не нужно чипать. Джарлгач очень богатый на растительный мир, как нам рассказали в национальном парке. Однако с деревьями тут обстоит немножко другая ситуация. Лесники в своё время пытались засадить остров и соснами, и акациями. Но только одно дерево прижилось на острове. Это оливковое дерево. И то иногда туристы его рубят на дрова. Продолжается наша экскурсия на Черноморскую сторону острова. Тут находится главная культурная достопримечательность этих мест – старый столетний маяк. С каждым годом он разрушается всё больше. Но туристы облюбовали маяк для создания фото. Его высота – 24 метра. За легендой, автором проекта «Джарлгачького маяка» является сам Гюстав Ейфель. Той самый Гюстав Ейфель, который является автором проекта Ейфеловой башни. Но, согласно с фактами, автором проекта является один из ученых Гюстава Ейфеля. 2005 года вверх до маяка был открытый вход. Можно было по сходинкам подниматься. Но в 2005 году закрывается вход в связи с аварийным станом маяка. Уничтожает маяк не только время, туристы или ржавчина, но и само Черное море. Маяк не достоит до маяка, но бывает так, что он наполовину поднимается водой Каркингской затоки. Каждый год приблизно на один метр берег забирал у сбережья. Его нужно полностью снести, полностью демонтировать. И в таком же самому аналогичный маяк збудовать и поставить десь далее. Аналогичная судьба грозит пристройкам под маяком. Раньше в них жили работники и их семьи. Сейчас это еще одна достопримечательность для туристов. Уступает по популярности она только источнику артезианской пресной воды. Вообще на острове, который умивается с обеих сторон с солонными затоками, Джерелгатской и Каркингской, можно наважать дивом. Глибина этого джерела больше 100 метров. И этим и объясняется, что это уже геть подземные воды, залягание этой воды. Помимо этого джерела, на острове есть еще три джерела. Взвесив всю полученную информацию, увидев все собственными глазами, интересуемся у людей, считают ли они остров Джерелгач украинскими Мальдивами. Можем мы называть Джерелгач украинскими Мальдивами? Ну, я бы не порівнювала. Как вы думаете, стоит ли называть этот остров украинскими Мальдивами? Конечно, да. Бывало и в Кирилловке. Кирилловка по сравнению с островом вообще-то. Не, она была же на украинских Мальдивах, если честно. Я думаю, что да. Думаю, что намного лучше. А если бы сюда вкладывали деньги, наше руководство, отмечали бы супер. У нас бы за кордоном до нас прилетали, отмечали бы. Само собой, суперлино. Это нужно сохранить его, сохранить его, и по возможности развиваться. Так себе. На Мальдивах именно в самых я, конечно, не был. Но если так подивиться, то можно и так сказать. В последние годы развитием туризма на Джералгаче начали усиленно заниматься бизнесмены. И постепенно безлюдный остров стал превращаться в еще один туристический уголок Украины. Анастасия Исаенкова, Сергей Седых. Новости ЮАК Рым. В Крыму на вторник и среду объявлено экстренное штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе оккупационного управления МЧС по Крыму. Там прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. На полуострове ожидаются местами сильные ливни, грозы, град и шквальный ветер до 23 метров в секунду. Спасатели просят жителей и гостей Крыма по возможности не выходить из помещений. Владельцы в авто призывают не парковать их под деревьями и бигбордами. На эту минуту это все новости. В студии была Елена Салони. На следующий выпуск новостей уже в 19.00. Оставайтесь с нами и подписывайтесь на Яйкрым. Субтитры создавал DimaTorzok